История о короле Артуре и его мече под названием Эскалибур – одна из самых популярных британских легенд. Веками она передавалась из поколения в поколение, не только устно, но и в виде бесчисленных литературных произведений и всевозможных жанров. По легенде, вытащить меч из камня пытались многие, но удалось это только Артуру, что лишний раз подтвердило божественную волю сделать его королем, и то, что он был наследником Утера Пендрагона, знаменитого правителя Англии. Конечно, каждая из версий этой легенды отличалась от предыдущей, но сегодня мы поведаем вам о самой популярной версии, появлявшейся на основе легенды о мече в камне, который под силу вытащит только истинному королю Англии. Кстати, с вами ТопХайп, и я напоминаю, что вы можете нажать на кнопку подписки и врубить колокольчик, чтобы не пропустить новое пушечное видео завтра, ну а теперь погнали! Легенда о короле Артуре Судя по всему, король Артур, если он действительно существовал правил во временном промежутке между третьим и седьмым веками нашей эры, хотя во времена темного средневековья никаких рыцарей в полном понимании этого слова не было, именно король Артур стал настоящим олицетворением всего чистого и благородного, что было в истории рыцарства. Хотя сотворили Артура рыцаря уже в 12 веке, а до этого существовал его некий прототип, явно далекий от идеалов рыцарства. Рука об руку с легендой об Артуре идут и споры о том, был ли меч в камне волшебным, кто на самом деле сумел его вытащить и происходили ли вообще в реальности подобные события. Некоторые считают, что меч, вытащенный Артуром из камня, на самом деле был не Эскалибуром. Сэр Томас Мэлори, автор сборника рассказов о короле Артуре, в своих произведениях указывал, что первый меч Артур сломал в битве с королем Пеленором, а уже после этого получил новый могущественный меч от владычицы озера. Мэлори четко разделяет первый, ничем не примечательный меч, извлеченный из камня, и полный волшебной силы Эскалибур, врученный Артуру владычицей озера, также известной как Вивьен или Нимоэ. По легенде, эта волшебница жила в замке, находящемся на дне озера, которое окружало таинственный остров под названием Авалон. Ей приписывали много судьбоносных действий. Она вырастила в Энселота Озерного после смерти его отца, выучилась магией Мерлиной, затем, зачаровав, погубила его, сделав Артуру меч Эскалибур и забрала его обратно после смерти, а также вместе с другими загадочными королевами отвезла Артура на мифический остров Авалон. Аналогии Что интересно, похожая легенда существует и в регионе Тоскана в Италии. Многие даже предполагают, что британская сказка списана именно с итальянской легенды. Повествует итальянская версия о святом Гальгано, который родился в 1148 году. Гальгано был благородных кровей, и свою юность провел как беззаботный, не знающий ни в чем нужды рыцарь, искавший только наслаждение и веселье. Из него воспитывали воина, так что юноша Рано стал высокомерным, заносчивым и жестоким. Однако с возрастом Гальгано решил отказаться от военной карьеры и обратился к служению Богу. По легенде, это случилось после явления ему архангела Михаила, которого христиане считают воином небес. По одной из версий, явившийся на землю Михаил указал Гальгано путь к спасению его души и даже назвал точное место, где тому следует поселиться. Мужчина решил стать отшельником и поселился вдали от людей в пещере. Семья и друзья Гальгано, конечно, не оценили такой смены поведения и только посмеялись над ним. Но на этом странные повороты в истории не заканчиваются. Мать Гальгано убедила его перед принятием отшельничества и отказа от всех мирских удовольствий в последний раз повидать свою возлюбленную. Он послушался и, надев свой лучший доспех и оседлав коня, отправился навстречу. По дороге лошадь внезапно взбесилась и сбросила Гальгано на землю, но наземная сила подняла мужчину и поставила на ноги. А голос, явно принадлежащий небесному посланнику, наказал ему явиться на лежащий недалеко от его дома холм Мансиепи. Гальгано направился к холму, и стоило ему достичь подножия, как ангельский голос зазвучал снова и попросил его остановиться и узреть. Замершему неподвижно Гальгано явилось видение Иисуса и Девы Марии в окружении 12 апостолов. Голос заговорил вновь и приказал Гальгано взобраться на вершину холма, где поведал, что спасение мужчины лежит в отказе от всех земных страстей. Гальгано начал возражать, так как знал, что такое легче сказать, чем сделать, и ответил духу, что задача эта будет так же сложна, как попытка проткнуть меч камнем. В доказательство Гальгано выхватил меч и попытался вонзить его в камень под ногами. Однако, каково же было его удивление, когда меч с легкостью вошел в камень, словно горячий нож в масло. Мужчина понял, что это чудо – проявление божественной воли, и тогда он действительно отказался от мирских удовольствий, став отшельником. Согласно другой версии, Гальгано после видений хотел поставить крест на вершине холма, но леса вокруг не было. Он решил воткнуть свой меч в землю вместо деревянного креста. Говорят, что земля, в которую вошел клинок, сразу же окаменела, чтобы никто не смог его вытащить. Если посмотреть внимательнее, становится видно, что меч очень похож на крест. Далее Гальгано странствовал. Его иногда видели местные крестьяне, которые приходили к нему с просьбами о благословении. Также он водил дружбу с дикими зверьми. По слухам, сам дьявол послал своего приспешника, обернувшегося монахом, чтобы убить Гальгано. Но попытка провалилась, так как дикие волки, с которыми жил Гальгано, напали на убийцу. Помешав тому осуществить свой замысел, что любопытно меч, который Гальгано вонзил в камень, остается в нем и по сей день. Отречение Гальгано от мирской жизни состоялось примерно в 1181 году, когда ему было 33 года. После смерти Гальгано и его необычайно торжественных похорон, земли холма, на котором он жил, передали под опеку монаха Цистерианца. Тот затеял в 1185 году строительство часовни, которая по сей день находится на холме. Именно в ней можно увидеть глубоко ушедший в камень меч Гальгано. И хотя многие считают его лишь искусственной подделкой, стремительное развитие науки и техники позволяет провести точный анализ и определить возраст меча. Научные сведения Если среди наших зрителей существуют скептики, то подозрения насчет подлинности оружия должны быть отброшены в сторону. За прошлые годы в Италии было предпринято несколько металлографических исследований меча, целиком и полностью подтверждающих его подлинность. Все проведенные тесты подтвердили, что меч был действительно выкован в 12 веке. В 2001 году был произведен анализ металла, из которого был выкован меч. А немного позже было проведено сканирование местности вокруг него при помощи электромагнитных волн. Также в ходе исследования тосканского меча в камне выяснилось, что под ним находится некое полое пространство, которое вполне может оказаться гробницей самого святого Гальгано. Церковные власти, впрочем, пока не дали разрешения на то, чтобы сдвинуть камень, поэтому ученым до сих пор неизвестно, что скрывают под собой меч в камне. В наши дни он хранится под защитным стеклом, но все также в камне, в часовне. Отметим, что фактически меч доступен к просмотру для всех желающих. Отсылки и прообразы Некоторые историки говорят, что именно этот тосканский артефакт вдохновил англичан на выдумку истории про короля Артура. С ними согласен и смотритель церкви святого Гальгано, Дон Вито. Все помнят эту английскую легенду. Она про то, что возле какой-то церкви возник меч в камне. И голос свыше сказал, кто сумеет вытащить его, станет королем. Единственный, кому это удалось, был Артур. И он стал сувереном Англии. И эта история уже набила оскомину. Потому что легенду об Артуре знают многие, а вот историю меча Гальгано почти никто. У нас в церкви даже фрески есть. И все наглядно показано. Рыцарь Гальгано жил в этих местах. У него было видение архангела, после которого рыцарь стал отшельником. И в знак этого воткнул свой меч в камень, говорит смотритель. Парадокс в том, что в Великобритании меч в камне, или хотя бы просто камень, где был меч, так и не нашли. Хотя индустрия развлечений сделала все, чтобы разрекламировать историю Артура. По мнению итальянских ученых, лично Дона Вито, это типичный пример переписывания истории. Ведь меч в камне – это запоминающийся образ. И в средние века английские писатели взяли его за основу. А остальных персонажей просто придумали. Итальянские историки нашли еще одну параллель этого места с легендами о короле Артуре. Образ круглого стола, за которым он собирал свой совет рыцарей. Прообразом для него стала круглая крыша церкви, построенная вокруг этого места в 12 веке. Легенду и реальность постоянно хочется сравнивать. Например, английский Артур якобы вытащил меч, чтобы стать королем. А на самом деле рыцарь Гальгана воткнул меч в камень, чтобы перестать быть воином. Помимо этого англичане утверждают, что меч в камне был один, где-то в Шотландии. А на самом деле мечей в камне было много. По всей средневековой Италии. Потому что другие рыцари подражали поступку Гальгану. Может это и так, может и нет. Но остается фактом то, что один из рыцарей, короля Артура, носил имя Гальвано. Очень напоминающий о тосканском рыцаре Гальгану, избравшем праведный путь. Также некоторые детали из итальянской легенды похожи на еще одну британскую легенду. О сере Персивале, который нашел священный Грааль. Первым литературным произведением, в котором упоминалось о короле Артурия, и извлеченном из камня меча была средневековая поэма, написанная в 13 веке французским поэтом по имени Роберт де Борон. Через несколько десятков лет после того, как святая церковь колонизировала Гальгану. Впрочем, возможно, что слова о новом святом в те годы облетела весь мир и трансформировалась в Англии в историю о короле Артуре. Если вы еще до сих пор с нами, давайте поговорим о морали. Мораль этих двух историй совершенно разная. Британская легенда прославляет доблесть, мужество и могущество короля Артура, даже несмотря на то, что в конце жизни Артур воспринимается скорее как злодей, нежели положительный персонаж. С другой стороны, у нас есть история о святом Гальгану и о его мече, которая повествует о вере, гуманности и пути к праведной жизни. Каждый волен выбирать историю по своему вкусу. Ну а в комменты напишите, какая из этих историй по-вашему фейковая или какая была скопирована с которой. Ну а если вам было интересно и вы узнали что-то новое, то нажмите лайк под этим видео, подпишитесь на канал и врубите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео уже завтра. Спасибо за просмотр!